всем добрый вечер у меня уже вечер меня зовут екатерина вы заглянули в мой рукодельный блокнот и сегодня вторая часть моих запасов и это будут небольшие наборы тут надо немножко затесалось больших но как получится но в основном малышки кому не интересно тот в общем то может пропустить эту часть сейчас покажу волшебную страну так как она самая неудобная и расползающиеся потом уже другие наборы это у меня вот 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 так вот это два закупа две закупки такие были 1 пришла как раз накануне всем известных событий думаю что это мои последний набор от волшебной страны ну в общем как-нибудь переживем так flk 318 елочка я не брала целыми сериями я брала как раз чтобы все были разными хотя что-то птичка набрала сама не поняла зачем такой богат так здесь у меня всем известный мишка flk 240 все-таки он мне понравился особенно когда посмотрела видео ольги хобби от где она вышла этого мишку решила что все-таки нет он не нужен хорошенький получается так здесь у нас саночки вот такие flk 314 будут саночки это вот елочки серию машинки мне очень понравились flk 382 как раз это была последняя закупка из последних новинок flk 383 вот и за этой машинки как раз очень долго ждала последнюю закупку потому что коробка вот с этим набором одним загуляла она возвращалась обратно в украину из-за каких-то там нарушений таможенных и из-за этого весь заказ у меня я заказывал в сентябре и в итоге получила его только в феврале вот так и за этой машинке она очень гуляла долго этот венок мне просто обожаю мне так понравился в отшиве просто что-то умопомрачительное flk 386 такой веночек такая пасхальная тема флк 267 думал что-нибудь в этом году вышью но учет как-то не зашло птички flk 381 такой снегирек снежинка flpl 053 это вот как раз серии саночки елка и снежинка я все в разных цветах специально брала из серии курочка flk 266 зайки и пусть flk 268 они такие достаточно большие еще одна птичка flk 379 еще надо вот еще одна птичка flk 380 и один ниточный набор flw 017 это шарик сшивается нитками и они входят в набор малины и бисер тут тоже есть на снежинки бисером будут вышиваться что-то захотелось именно олень там выбор принципе большой мне понравилось что в этот раз именно с нитками то них первоначально они по моему выходили только снова и фетр так сейчас посмотрю что показать еще на этом волшебная страна у меня все так покажу андриану то теперь не знаю на какую букву их ставить только на как андриана то ли на с сделать своими руками у меня есть две закладки кажется это лиловая луна теперь будет все отражаться вот такая вот хотя кстати цвет на камеру вообще ни разу неправильно передает из какой-то прям все бордовая на самом деле на реально лиловая так луна над лесом а я не говорю пять с половиной на 22 сантиметра но они одинаковые вот такая вот мне не две нравятся я больше не хочу покупать так артикулы в 48 здесь канва 16 каунта мулины и 11 цветов эта схема инструкция органайзер игла кстати удивилась когда узнала что здесь мулины честно я думала что здесь будет пластик но скорее всего буду ольге романовой заказывать основы под эти закладки у нее есть на коже и на пластике пока еще не решила что я хочу мне кажется наверное кожаную возьму на кожзам там не кожаная кожа есть еще серия фонариков их я покупала на велберис они продавались примут одним комплектом и цена какая-то была прям совсем смешная так эта серия огоньки травы девять с половиной на десять с половиной артикул о 22 здесь на пластике но не знаю как последующих сериях но вот кто вышивал будет очень много косяков в этих и схемах и пласть пластиком надо быть очень аккуратным может не хватить там по высоте и не так может не хватить что-то было перепутанное то есть каких-то проблем было очень много так серия огоньки птички восемь с половиной на десять с половиной так это у нас о 19 огоньки физалис восемь на десять с половиной артикул о 23 и огоньки глициния такой фонарик о 20 и еще одна серия тоже мне очень понравилась это домики на деревьях дома на деревьях вернее это снежные 14 с половиной на 20 чтобы все влезло и кажется не очень миленькие так d23 16 аида 31 свет такой хорошенько но хочу в них основу поменять все таки наверное дом на деревьях щедрый 11 с половиной на 17 вот такая елочка с тыквами артикул d22 так 16 аида 33 цвета дома на деревьях сладкий 12 на 17 с половиной такой конфетный девчачий d21 дома на деревьях загадочный д20 артикул 16 канва 22 цвета осенний я бы сказала мне казалось что я видела еще один набор ну что-то как-то мне на глаза больше не попадался ну будет попадется прикуплю так дальше еще стопочка алиса по 86 кис 11 на 14 все комплектующие гамма это был не подарок от валерий cross stitch такой неожиданный был подарок был очень приятно и такой котейка не знаю мне кажется его надо на чем-то вышить на какой-нибудь одежде для рюкзачки или еще что-нибудь не знаю но я придумал мне нравится так вот такой лисенок 10 на 13 по 33 милейшее создание думала дочки когда им там нас сарафане по моим хотела вышить ну как-то дочка быстрее выросла из сарафана чем я его вышила пусть лежит он такой милашный что-нибудь придумаем но еще останавливает зубодробительный бэк у алисы так анкор майя что у нас тут есть вот тоже тоже данным давно покупала портрет гейши артикул длиннющий если надо смотрите на экран 18 аида нитки анкор металлические нитки он даже бисер есть инструкция со схемы иголка 13 на 13 здесь полным полно четвертинок а вот вижу где бисер у нее на украшениях на голове понятно давайте вот здесь вот посмотрим здесь полный дизайн вроде как небольшой но здесь заморочится реально заморочится я смотрела прямо сразу сходу начинаются четверть крестики это вот ее кимоно цветочки листочки надо менять основу обязательно остатки моего вдохновения сколько четыре бабочки меня вышли тоже на волне когда они были очень популярными на покупала но это такой процесс специфический скажем так результат конечно очень радует это красиво но процесс вещь такая не быстрая так бабочка переливница 13 с половиной на 10 сантиметров артикул биджи пи 037 здесь перфорированный пластик бисер прециоса мононить игла шайба магнит все как бы хотя я буду вышивать куда-нибудь мне там будет настроение на бисер я возьму то выше церестис не вы я один с половиной один с половиной биджи пи 039 состав тот же самый то мне всегда нравится в украинских наборах бисерных у них всегда подписан номера бисера с не надо потом гадать если что и разбирать потом легко по своим запасам раскладывать ленточница голубая 14 на 7 с половиной сантиметров биджи пи 040 состав одинаковые бисер вот такой так дименшин спетит и это у нас голодзе от the beach 65 078 съездил со мной на море в прошлом году думала начну так набор какого тут двадцатого года но покупала я его на мне кажется в 21 она до 21 если на море там когда ездили на озоне там была самая лучшая цена на него прям очень хорошая цена была хотела вышить оформить тоже в рамку с какой-нибудь фотографии дочки тоже с море вот он со мной съездил туда-сюда и вернулся не по чатам что называется я там вышел другой дизайн закончила так элегант гейша 69 53 13 на 18 они девочка по-моему тоже там просто заклеена но они все стандартные 13 на 18 у меня из этой серии вышло 4 работы с японской там самураи другая гейша павлин и уаза и вот это вот она не совсем как бы она подходит под самурая под другого их обычно оформляют троем но под световой гамме они немножко все различаются поэтому она у меня такая отдельная лежит и я и никак не вышью ну и без ракушек куда без ракушек сейшел трэжерс сокровища ну как всегда заклеена тут тоже 13 на 18 65 на 35 очень нравится дизайн возможно даже основу менять не буду может поменяю не знаю тут 18 и до цвета и баре а нитки вам не показывала сейчас повернем в общем то здесь такие ракушечные а здесь я наверное доставала эти набор тринадцатого года где-то так он и лежит у меня собственно говоря но здесь по-моему да здесь тоже органайзера просто я его вскрывала но и здесь соответственно тоже все закрыт так сейчас возьму следующую кучку дальше у меня наборы это двое из ларца так на рынке они по моему появились в прошлом году насколько я поняла это скажу тут кто здесь не написано кто дизайнер но они по моему отделились от мп-студии но джор птицы так двое из ларца а 029 малыш ронни тоже такая пасхальная тема ночью-то как-то не вышивалась цвета символьная схема плюс бэк мулине на органайзере инструкция палитра 22 цвета 13 на 8 сантиметров канва пластиковая есть бисер пуговки лента подставка шпажка синтепон иглы для работы то есть и для бэка и для вышивки вот такой зайка он двухсторонний там действительно разные вот проблемы видите заказа это я уже сама скрывала то что эти коробка какая пометает вот заказывала у аннушки в магазине хотя на самом деле оказалось что выгоднее заказывать группе века у двое из ларца в одной группе вот собственно их контакты у них там и скидки были на первые заказы и еще какие-то там акции проходят то есть лучше покупать напрямую в магазине поэтому я просто о них узнала именно сначала у аннушки а потом нашла группу в контакте их так двое из ларца а 028 красавица нора это уже девочка ну все то же самое тоже двухсторонние в разной цветовой гамме у них много интересных дизайнов действительно это мой любимчик так где нас тут а 025 тайна маленького замка тут светящиеся нитки такой хэллоуинский сюжет у меня под него рамка есть и уши красивые так палитра 22 цвета один с половиной один с половиной сантиметра канва черная гамма 14 светящиеся нитки иглы для работы вот как раз если сравнивать с этим набором если в родной группе купить набор и рамку вышло бы дешевле чем я купил например у аннушки то есть у них была акция именно если совместно покупаешь тебе там какой-то процент скидки не помню сколько но все равно даже если мелочь сама приятно так это все он теперь у меня жар птица жар птицу мне много такая девчули это румяное счастье называется м 141 видела на канале я катя по моему называется вышла на темно-синей основе очень красиво прямо безумно красиво такая девчули хорошенько получается не знаю зачем под настроение вышлица это старый набор у меня даже вскрытый даже начат м но 93 это как-то куда-то летела то что успела самолете повышевать повышевал но не думаю что я буду продолжать это эти не знаю может на пластике вы еще нужно на ткани вы еще не знаю но это в любом случае будет рестарт не на этой основе такая малютка м518 сладкий инжир называется в 9 на 13 такой прям наборчик да если сравнивать были пучка просто понравился дизайн захотелось купить купил там стоил совсем мало в довесок какому-то заказу ой эта чашка не помню как она называется м 606 16 на 14 по моему это новинка прошлого года там три чашки мне тут больше всех понравилось ну что-то связанное с морем какая-то чашка просто милый сюжет просто вышить для быстрого результата брала на wildberries он там стоил не 200 рублей просто номер заказ а вот глоток моря здесь есть название стоил очень дешево сейчас по моему он стоит в два раз дороже так и у меня кучу 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 магнитиков так буду где-то еще должен быть из этой серии сейчас подождите поищу что нужно вместе рассказать вот такая серия а я не скажу как они называются там название я примерно помню но не знаю кто кому относится r275 вот так вот r333 и r330 я хочу из этого сделать сэмплер скомпоновать примерно я представляю я уже прикинула в уме как это нужно в этом паттерн мейкере все это сделать и там нужно будет еще немножко добавить элементов чтобы забить пустоты нибудь такая работа даже канва уже есть подходящие нужно только время вот чтобы это все довести до ума свою мысль и так не помню на чем нас прервали но продолжим ладно r491 это цветочная симфония не знаю пока не решила буду ли на пластике вышивать или на ткани мне в принципе и ольги хобби арт понравилось как она на ткани вышел и на пластике в принципе неплохо получается ну дойдут руки и буду решать r576 это у нас космос ну это дочки на развлечения ей нравится все эти мелкие магнитики r710 забыла как это ретро по моему называется а вот это мне хочется вышить на ткани тут недавно увидела подсмотрел одну идею где-то на просторах интернета вышит на тканях и оформлена в обычные фоторамки но разные то есть не в одну и ту же да как 44 сюжета но в одном стиле оформлены а все четыре рамки были разные это так прикольно мне очень понравилась идея я скорее всего хочу также воплотить ее так что даже прям загорелась честно говоря не знаю когда я это буду все делать r499 все-таки пасхальные магнитики здесь уже метровая нарезка покупал на вал берез цена была хорошая не знаю когда-нибудь вышью может быть может не вышью мне как-то эти магниты особо не напрягают лежат лежат r581 зимняя серия мне они понравились единственным то что они хорошо как елочные игрушки будут смотреться когда-нибудь день будь в пути в дороге r691 новогодняя шишка она шикарно видела ее вышивали на тканевой основе тоже прекрасно смотрится возможно тоже так же сделаю а может быть на елку не знаю посмотрю еще так r720 осенние такие магнитики не хотела их покупать но я купил их пару вот к этим r486 это грибную у кошка они конечно разноплановые но мне хочется сделать из них гирлянду если их повесить там через одну например такие осенние дары скажем так на прищепках на какую-нибудь такую на шпагат какой-нибудь мне кажется будет здорово смотреться r589 тоже пасхальные такие яички метровая нарезка покупала на формуле вышьется когда-нибудь выщется очень милые ничего не видно нитки там наверняка красивущие так что на какой-нибудь пасху вышки так все отсвечивает на я буду показывать без новогодних этих шаров куда уж узора зимы единственной серии на которые были написаны название не знаю в чем проблема почему нельзя писать на боу его название на обложках ну ладно это уже решать производителю r162 узора зимы синий шар новогодний изумруд r165 и морозный рубин r167 так что не фокусирует желто-оранжевый такой шар я его подарила поэтому меня три шара не знаю как их буду вышивать как двусторонние или как односторонние так еще два наборчика r336 это япония куда я без японии его я выше целиком r335 это китай но я вышлю без китайской великой стены без флага соответственно в основном японская культура она приобретенная скажем так очень много взято из китая поэтому и чай зеленые и драконные и ньян все как бы типичные и для японии поэтому у меня будет вот таких 7 магнитиков и еще это как раз тоже из одной оперы r418 вот такущая красота это там какое-то по моему настроение еще что-то такое то ли цветочное то ли цветное какое-то такое здесь я честно говоря больше балдея цветовой гамма обожаю такую такие цвета и то ли веселые друзья то ли как-то так называется r419 вот такие малютки не знаю возможно как топпер и сделаю так жар птица все уже стемнело дочку ложила спать но все-таки хочу до снять видео потому что не хочется на ночь оставлять этот развал поэтому будет и моя тень и лампочки все что угодно по быстренько мы посмотрим так следующий у меня два древних набора от золотого руна это элегия серия вернее леки в данном случае желтые лики 15 на 28 12 цветов на черный конвей он такой прям элементарный элементарный купол тоже сто лет назад когда только начинала вышивать лунный код с м 01 даже не знаю как можно и до фотографии вставлю этот набор мне отдали тут я немножко повышала вот это а это ошибка начинающего вышивали в полную пасму поэтому начали вышивать поняли что это что-то такое его непонятно что такое ничего не понравилось он узелки такой прям это когда не читает инструкцию но я как-то на даче поковыряла этого дизайн уже сто лет в обед он такой прикольный я бы вышел честно говоря в детскую котик может быть захочется убрать эти файлов очки пакетики запасов тогда превышится так вот она крошка лис от clart как я говорил до маленький формат а почему-то парный набор формата 48 146 вот такая девочка не видно собственно говоря все составляющие гамма карва 18 как я уже говорила буду менять два набора от фанарты две совы куда же без нее белая сова так 19 на 26 артикула артикулы непонятно где артикулы сейчас подождите чего-нибудь найду но здесь точно ничего нет кстати тоже вот к разговору хорошо этот подарок был мне опять же заказывал у аннушки пришло все вот такой мятая нагрой благо для себя в подарок заказывала не проблемы хотя знаете что самое обидное час продолжим в тоже вот видите какая наметая перед подражанием лазила на вайлберис я эти наборы покупал за 2 то есть они свечивают за 2 250 штур каждое а на вайлберис я видела продавала за 1250 по моему так было обидно думаю ну ёлки-палки но как так покупаешь вроде дорого верни думаешь еще выгодно купил а на самом деле потом набор встречается такой цене хотя не факт конечно что если бы не купила бы потом вы нашла таким так это просто сова 19 на 26 так ну что то я совсем не пойму наверное вот эти артикулы есть надо вот посмотрите она вот еще вот они вот здесь вот наверно длиннющие такие так что у нас тут составляющими там ткани стопроцентный хлопок 27 каунт нитки стопроцентный хлопок игла схема перенаборы есть в сети этот совушку я обожаю видел отшив у нее глаз просто космос собственно говоря купил я только из-за это совы на мне больше всех нравится так но здесь то же самое 27 каунт хлопок все одно и то же не красавица и дай так великолепны так лети стич здесь тоже я люблю тебя когда луны и обратно это из той же оперы так это лети 932 valentine's day gift крестик в две нити бэк стич аида цвайгард 16 мулины анкор 12 цветов сложности 2 сердечка 13 на 10 но такой элементарный дизайн конечно же но хотя конечно наверно в луне это будет весело не знаю либо по схеме выше либо перенабор сделаю как пойдет только будет с бэк стичем постараться чтобы таких вот темности не было как здесь видно за конвой тоже для подруги на очередной какой-нибудь там праздник нитки собственно говоря что тут может быть яркого серо-голубая гамма такой наборчик маленький так не ухил корову я закончила кларису и вот покупал еще такую серию сейчас я поближе покажу чтобы все не отсвечивала так скрипка французский рок мандолина барабан труба и арфа опять же ольги романовы есть заготовки подойти наборы деревянные и пластиковые я пока в раздумьях брать ли деревянные или пластиковые ну наверно закажу у нее заготовки чтобы не вышивать перфорированные бумаги а может быть и выше на перфорированные это я не думаю что у меня будет запасах еще мелхилл может когда-нибудь куплю на побаловаться а такие маленькие кусочки перфорированные бумаги их девать некуда ну да наверное я не буду покупать под них заготовки нечего переплачивать наборы так дорогие чтобы еще за заготовки платить дальше немножко маленького овена наборы вскрытый я начинал делать перенабор на по-моему не закончила так овен это на привале название нет отлично артикул 467 28 на 18 канва 14 нитки мулиных и b8 цветов но ты старые и старых набор не знаю чем-то меня привлекли эти олени прям очень понравились и я взяла и набор был какой-то недорогой совсем тоже в каком-то заказе доложила ну и знаменитые маячки у меня их два свет от горта у нас 16 на 16 тоже планировала вышивать но пока не приступала поэтому только обложку сняла думаю надо перенабор делать и вот не вскрытые это маяк я кинг-хэд ой 1271 16 на 18 а здесь 1269 16 на 16 ну они популярные известные мне понравились эти два больше не хочу не нравится расцветка хочу в круглой рамы их оформить так что еще рта он вот того у меня всякая маляпка такие бабочки веточка шиповника и бабочка е-н-363 хотя мне кажется английские эти буквы синюха и бабочка е-н-364 и цветок тмины и бабочка е-н-365 эти набора у меня покупались под определенный проект там правда мне нужны только две бабочки но я еще пока не знаю как какие я хочу я подумаю дойдет до того до того набора который я хочу изменить я тогда покажу эти наборы еще у меня вот такие малявки н-245 это у нас е-н-ок басилек н-246 циния н-248 так бархатцы н-243 это такая зарянка н-222 я покупала маме еще когда-то давно она хотела на дачу что-нибудь маленькое вот и такие купила цветочную тему птички ее как бы любимая ну вот больше она не вышивала там два набора по моему только вышила где-то у меня остатки лежат я купила набор со скатертью но тоже попозже покажу она новогодняя со снеговиками я ее вышивать не хочу ну тот рисунок который на скатерти потому что ну там такой страшненький а скатерть просто очень дешево продавался я ее купила а я хочу туда прошу прощения за дело хочу туда вот так всякие цветочки раскидать всяко разные они конечно такой примитивный стиль но как раз мне кажется нормально будет птичку не знаю может уж куда-нибудь впихнуть и это недавняя новинка это со вкусом соли ветра и солнца с 338 вот этот мне больше всех понравился и еще один набор ну это он больших стоит такая не знаю прям вот я обычно не люблю парусники не знаю почему то мне не нравится на море парусники но здесь вот не знаю вся композиция мне очень нравится и маяки я как правило не вышиваю но зацепил сюжет так и еще чуть-чуть последний рывок от созвездия у меня есть вот такой ловец снов аквамарин небольшая серия таких ловцов и маленьких и больших в данном случае маленький вот ведь сколько всяких разных я купил этот набор чтобы посмотреть как собирается ловец снов потому что я хочу оформить как минимум одну вышивку в ловец снов и мне нужно понимать принцип изготовления как раз мне кажется на таком маленьком наборчике можно понять как это делается еще от созвездия у меня осталась последняя игрушка серии миниатюры лошадка 10 на 10 кп 101 такая долга я ее выцарапывала жного приставлено она была в наличии но как-то время цена у нее была очень дорогая а мне она вот из миниатюр единственная кто нравится я прям ее хотела и какой-то момент цена более-менее опустилась я уже решила да не буду я ждать купила потому что ну я и она мне очень нравится хочу любить единственный набор от хью кратс так 24 на 29 21 цвет 18 основа и вот здесь вот эти вот иероглифы нанесены такое не знаю какое-то бархатное такое напыление не знаю как потом стирать можно набор называется good fortune на удачу да такие мандаринки мандарины я люблю удачно мне помешает вот такие нитки набор скрывался поэтому тут такая вух все взрыв надо думаю вам известно да там палетки такие как в этом господи у дименшинс китайского но только там со всеми что крестиком вышивать что полукрестиком вышивать сколько сложений все как бы подробно расписано прямо на самих органайзеров конечно это круто так здесь есть вот серийный номер 06 94 а есть еще какой-то артикул 28 00 903 так дизайн тайвань а произведено в китае вот так не думаю что он сложный просто нужно сесть и вышить не то что наверное все таки перенабор сделать это много одинаково похожих цветов так чудесная игла 1035 такой радужный единорожек покупала свое время для вышивки на дочки на джинсовке на рюкзаке пока лежит потому что не джинсовку не рюкзак я ничего не покупала не знаю она лежит и лежит в общем какие нитки действительно единорожек радужный так что у нас тут но все гамма количество цветов 11 аида 11 тоже на это я точно вышивать не буду может быть что-нибудь последствии там оформить какую-нибудь я не знаю папку для тетрадок или еще что-нибудь когда на школу пойдет мы посмотрим как до школы нам еще дожить надо и четыре набора чепки свое время купила всю серию целиком 001 о 001 так тут тоже название нет 19 на 14 на деревянных таких заготовках это зимний котик ничего нету 17 цветов мурине основа фетр бисер схема игла так сейчас покажу потом расскажу 002 это весенний котик но не все одинаковые в плане комплектации 003 это у нас осенний котик и 004 это у нас летний котик все бы конечно хорошо но но есть большое но во первых мне не нравится вышивать как я поняла на деревяшках от щепки они пачкать нитки это бесит потом это из первого выпуска и здесь во первых короткая нарезка еще то есть это до того как начали жаловаться на их нарезку и это вот как раз ну скажем так не вызывает восторга не знаю когда я буду вышивать потому что я уже на деревяшки одну один набор от щепки вышила и ну это был просто от какой-то я даже не преувеличиваю у меня были у меня сломано я не знаю штук 20 иголок у меня сколоты все пальцы у меня все болело я не помню как называется та штучка которая помогает иголку протягивать такая прорезиненный такой кругляш только с ним и только по другого вообще никак не получалось я еще основу покрасила ну короче говоря было сплошное расстройство и очень тяжело так что эти наборы точно будут лежать может быть когда-нибудь вдруг я воспылаю опять желанием вышивать на деревяшках но пока нет хотя с прошлой вышивки прошло уже так я на прошлой пасху вышивала ну вот вот прошел уже но у меня пока все равно нет желания вышивать на дереве ну плюс я еще весь год вышивала игрушки от созвездия на деревяшках еще от овена я набор сделала тоже поменяла основу на деревянную заготовку в общем пока с деревом общаться не хочу хочу только ткани вышивать но может быть разбавлять пластиком так все с маленькими наборами все 1 полка полностью разобраны и все станет вот сейчас поставлю на место будет все стоять на своих местах следующее видео будет следующая полка номер 2